Здравствуйте! В эфире по-прежнему ННТВ. Подошло время программы «Объективное интервью». У меня сегодня замечательный и очень дорогой гость. Здравствуйте! Добрый день! Представлю по всем ранжирам. Наталья Анатольевна Онищенко, что сразу идентифицировала огромное количество телезрителей, директор гимназии номер 13, почетный работник сферы образования Российской Федерации. Кроме всех прочих причин, включая личную приязнь, есть и основная, по которой я попросила вас быть сегодня нашей гостьей. В этом году 13-я школа, как ее называли мои ровесники, 13-я гимназия, каковой она является сейчас, отмечает огромный праздник, 80-летний юбилей. Не так много подобных учебных заведений на карте города. И в следующем году нас ожидает несколько таких же круглых дат. Я обязательно буду рады видеть руководителей этих школ тоже в нашем эфире. И поэтому на протяжении подготовки я даже опасалась вас дергать, понимая, что люди работающие, они совершенно не любят, не умеют праздновать, и стесняются праздновать. Но праздновать надо, и праздновать надо масштабно. Слава богу, все произошло. Получилось именно то, что мы хотели, чтобы получилось. Эмоция, связь с прошлым, понимание того, что мы продолжаем дело, и впереди есть перспектива, есть достигнутый результат, есть к чему стремиться, как развиваться. Вот это ощущение должно было быть у всех. Мне кажется, это и осталось. Было здорово, когда после праздника подходили молодые учителя и говорили, как здорово мы все объединились, а давайте еще что-нибудь проведем. Ну, поход на лыжах или еще что-то. Мне кажется, это и было целью юбилея. С самого начала, когда мы задумывали праздник, нам не хотелось лишь одного, чтобы это был скучный формальный праздник с дежурными речами, с перечислением регалий и заслуг. С необходимой степенью пафоса, соответствующей 80-летию. Именно так, да. Потому что, в принципе, 80 лет для школы, согласитесь, это не так уж и много. Это всего-навсего, ну, будем так, 10 поколений полных от и до. Это всего-навсего 10 директоров, я 10-я. Это всего-навсего несколько поворотов нашей биографии. Мы были школой, как вы сказали. Мы были лицеем какое-то время, школой-лицеем. Потом гуманитарной гимназией, лингвистической гимназией. Сейчас мы гимназия. И вот это всё проходило и быстро, мгновенно, 80 лет пролетели, поэтому это совсем чуть-чуть. И тянулось достаточно долго в силу вложенного труда, который был потрачен людьми, которые работали в школе. Вот вы сказали о гостях и об учителях. И наверняка у вас ведь удивительным образом совпало 80-летие гимназии со столетиями лингвистического университета. А как ни крути, я думаю, что, ну, наверное, процентов 20 выпускников всё равно так или иначе идут либо в Нижегородский инъяс, либо в какие-то вузы, связанные с языком. Следовательно, они тоже были. А я хотела спросить немножко о других выпускниках. Тех, кто закончил вашу школу с абсолютно заслуженной пятёркой по углублённому английскому, но оказался в совершенно другой сфере. И, может быть, как раз за счёт вот того братства, за счёт того умения работать, которое ему привили, в серьёзном учебном заведении, пусть вот начального формата и среднего, сейчас есть имена на карте Нижегородского региона, Российской Федерации. В голову не придёт предположить, что это выпускники английской спецшколы, но вы где-то втайне, конечно же, гордитесь, когда читаете их полную биографию. Вот были ли среди гостей такие люди? Ну, мне не хотелось бы перечислять. Понятно, потому что эфира не хватит, а на 2-10 человек обидятся остальные 100. Да, именно так. Но хочу сказать, что в нашей школе учился очень давно, а потом уехал в Москву, академик Чазов. Вот так вот. Нашу школу окончил Евгений Дворжинский. Он учился как раз с 1-го до 10-го класса, тогда 10 классов. Почётный гражданин города Нижнего Новгорода Виноградова Татьяна Павловна окончила нашу гимназию. И сейчас её работа не связана с языком. Медики, краеведы, актёры, спектр совершенно широчайший. Да, не связана с языком её работа. И когда я была на одной из её лекций, она свободно и легко говорила на французском, немецком, переходила с одного языка на другой. Это вот как раз тот навык, который мы стараемся прививать нашим детям. У нас есть второй язык, обязательный, да, с 5-го класса. И факультативный, тот дети, которые хотят изучать. Это может быть итальянский, японский, китайский, вот сейчас задумываем, хотели бы ввести в силу его популярности. Да, да. Вот то, что востребовано, и если есть преподаватели в этот момент, это факультативные предметы и языки. И вот я хотела предложить и вам, освежить и нашим зрителям, посмотреть, наша съёмочная группа побывала в вашей гимназии, как раз в дни торжеств. Вот небольшой репортаж о том, как это было, кто там был. Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию науки Вячеслав Никонов посетил Нижегородскую лингвистическую гимназию номер 13 в канун её 80-летия. Сегодня эта школа одна из самых престижных и известных в Нижегородском районе областного центра. Вячеслав Никонов осмотрел корпус начальной школы на улице Большой Печорской, ранее принадлежавшей кадетской школе, а также посетил основной гимназический корпус. Затем председатель Комитета Государственной Думы по образованию науки побывал на репетиции единственной в городе театральной студии, где ставят спектакли иностранных авторов на языке оригинала. И в неформальной обстановке пообщался с педагогическим коллективом гимназии и воспитанниками студии. Они как раз репетировали большую праздничную программу ко дню учителя. Нам удается сочетать две вещи. Сохранение традиций было бы очень грустно потерять то, что наработано многие годы за эти 80 лет, но не двигаться вперед образовательное учреждение не может. Поэтому новые инновации, изменения в образовательной программе, в подходах и методах, в работе с детьми, безусловно, присутствуют. И вот с точки зрения гармоничного сочетания этих двух моментов мы добились очень многого. Я сам являюсь выпускником специализированной школы с изучением предметов на английском языке. То есть заканчивал по существу такую же школу. Правда, это было достаточно давно. И мне было интересно сравнить и учебные планы, которые действуют здесь, и которые действовали в свое время. И оценить уровень подготовки учащихся, на мой взгляд, это действительно очень хороший уровень. Причем это не только языковая подготовка. Это глубокая гуманитарная подготовка, связанная с изучением и большого количества иностранных языков, или с возможностью такого изучения. Ну и действительно глубокого гуманитарного знания, конечно, не в ущерб и техническим, естественно, научным специальностям. Поэтому мне показалось, что это действительно качественная гимназия. Ну и вот, кстати, увидев одного из ваших гостей, я не могла не вспомнить. В начале месяца в Нижнем еще проходила такая важнейшая конференция, которая не так часто бывает именно в нашем городе, Ассамблея Русского мира. Известнейший фонд «Русский мир», который объединяет огромное количество светлых, великих колов. Они одной из своих ключевых целей ставят сохранение правильного, богатого русского языка, его популяризацию. И вы тут как раз парадоксальным образом на первом фланге в своей возрастной категории. Потому что есть обучающие программы, есть институт иностранных языков, университет лингвистический, я уж по старинке, который специально учит преподавателей русского для иностранцев. То есть тут и язык, тут и русский язык. Но в варианте общения со сверстниками вот эту миссию могут тянуть только ваши дети. Отсюда вопрос. Какое внимание, является ли оно повышенным или в рамках общей программы школьной, уделяется у вас как раз русскому литературе? Русский язык и литература один, конечно, из основных предметов. Потому что это предмет, который учат правильно использовать как иностранный язык тоже. Вы знаете, какое удивление у нас бывает, когда дети в 10-11 классе приходят на такой предмет, как основы перевода. И ребенок может знать прекрасно русский язык и литературу, может знать прекрасно английский язык, а вот соединить их, перевести с одного языка на другой... Угл-версия получается. Да, да. Это не просто знание слова, это знание структуры и строй языка. Так вот, русский язык и литература в нашей гимназии преподаются не просто описательно, а именно с точки зрения изучения структуры и основы литературоведения, и основы языкознания, и общего, и специального. Поэтому вот это все дает свои плоды в соединении с иностранным языком, приносит результат в том смысле, что дети начинают правильно говорить и по-русски, я надеюсь, большая часть, и по-английски, и начинают понимать и различать, что большое значение играет именно понимание структуры языка для того, чтобы правильно говорить на любом языке. Ну вот сейчас уже сменилось очередное поколение, которое своим примером подтверждает, что в чистом виде язык уже фактически не является профессией. То есть голое преподавание или голый перевод – это уже немножко другое. Что у вас дается еще, чтобы человек, выпускаясь из уважаемой и любимой, известной и старой в регионе гимназии, был не ремесленником, пусть от очень узкого и специфического ремесла, а был именно гармоничным персонажем, который может выбрать себе творческий и профессиональный путь в самых разных направлениях. Я благодарю вас за этот вопрос, потому что это именно тот самый вопрос, который мучает нас с 2003 года. Именно тогда, когда вышла концепция профильного обучения в нашей стране, мы задумались над тем, а зачем каждый предмет изучается в школе? Зачем русский язык и литература? Зачем иностранный? Зачем физика? И не просто зачем этот предмет, а зачем он этому конкретному ребенку? Поэтому с 2003 года постоянно развиваем, модернизируем систему преподавания в гимназии. Мы в 10-11 классе работаем по индивидуальным учебным планам, где проходит углубленное изучение у детей. Совсем индивидуальным? Или хотя бы по ячейкам? 5-6 человек объединены? Или вообще как-то репетитор? Нет, совсем индивидуальным, конечно, не получится. Хотя все равно, я думаю, есть в школе 3-4 настолько светлой головы, что вы всем педсоветом знаете, что вот тут надо. Вот вы знаете, вопрос у вас, как будто вы только что у нас из школы. Вот сейчас у меня, я сейчас в данную минуту, в данный период времени веду уроки английского языка в 5-м классе. И там есть такой ученик, которому я могу поставить пятерку и за 5-й, и за 6-й, и уже за 7-й класс. И вот недалеко, два дня назад я разговаривала с его родителем на предмет того, чтобы придумать для ребенка какую-то индивидуальную программу. Не могу смотреть, как он сидит в 5-м классе и скучает. Наталья Анатольевна, это же вообще величайшая, фактически даже вот в литературных пластах, тема душевных терзаний педагога, когда он понимает, что ученик его перерос. И либо ты тут измудрись и расти дальше параллельно с ним, придумывая какие-то программы, либо найди того учителя, кто выше тебя, и скрипя сердце вот этого птичика отдай. Вот часто случаются ситуации, когда вы, знаете, как иногда тренеры спортивные, они родителям говорят, вы знаете, вот у нас ему уже взять нечего, но будет преступно, если ребенок на этом остановится. Вообще много таких детей. Такое ощущение, что им сейчас 7 не до учебы, а вот вы приводите какие-то такие примеры, в общем, вдохновляющие. Вы знаете, работая в нашей школе, я скажу так, нашим детям до учебы, именно большей части детей, безусловно, есть такие, как вы сказали, которым и учиться не хочется, и более интересно где-то в другом месте, но они вот той атмосферы, вот такого, с позволения сказать, соленого бульона, в котором просаливается каждый огурец, они не выдерживают. Они постепенно на том или ином этапе, они просто школу покидают. Мы никого никуда не выгоняем, никого никуда не отправляем. Они просто видят эту атмосферу. Дети видят ситуацию в классе, когда ты отвечаешь, тогда ты лучший. Ты знаешь больше других, тогда ты лучший. Вот то, что иногда описывают, как будто в школе бывает, вот я смотрю, тоже как будто с другой планеты. Ой, ботаник, ты знаешь слишком много. И с ним не дружат. Вот была ситуация в классе, ребенок знает больше других, и дети называют его имя с уважением и говорят, спросите у него, он наверняка знает. Если я верно понимаю, у вас одна из основных задач – это создать ту среду, в которой дети не кроссовками меряются и не телефонами, а он может быть сколь угодно обеспеченный, сколь угодно звонкой фамилией, но если он троечник, к нему относятся с насмешкой. Тем не менее, чтобы маленький человек рос все-таки не как деревце, с одной стороны прислоненное к стене, с другой – опекаемое солнышком, а чтобы он развивался разносторонне, особенно с учетом того, что у вас ведь девочек, я вот почему-то думаю, что побольше половины. В отношении 40 и 60. Вот, 40 и 60. Какая жизнь именно в рамках вот этого гимназического братства есть, кроме уроков? Я на данный момент знаю только о двух ваших театрах – для маленьких и для старшеклассников, театр, где ставятся спектакли на английском языке. Практически во всех школах есть драм-кружки, но вот такого мало. Что у вас есть еще? Вы знаете, важен ведь не только, например, театр или какая-то студия. Важна вовлеченность детей в те или иные события, которые происходят в школе. В рамках своего коллектива. То, что происходит в школе. И мне, например, безумно приятно было наблюдать Пушкинский бал, который проходил у нас 19 октября для четвероклассников, и то, как в это вовлечены были ребята 9-10 класса. То, как они без подсказки взрослых смогли взять и это мероприятие, там, где малыши постеснялись и что-то не так делали, поправить и направить туда, куда нужно. А как прекрасно дети 9-го класса, мальчики, танцевали вальс-минуэт с учителями начальной школы. Они делали это с удовольствием, им хотелось, они в этом участвовали и в какой-то момент даже играли ведущую роль. И никто не назовет их ботаниками, потому что, я так понимаю, спорт тоже присутствует. И заметно, что детям важно быть главными. У них очень развиты лидерские качества. И важно, чтобы каждый ребенок в какой-то момент почувствовал себя важным тем, за кем идут. На уроке это могут быть одни дети. После уроков во внеурочной деятельности другие. Во внеклассных мероприятиях, таких как день гимназии, когда мы проводим и пушкинский бал, и спортивные мероприятия, где и судьями, и помощниками являются дети. Вот для каждого ребенка это может быть свое. Важно, чтобы каждый находил свое местечко в школьной жизни, вот в этом школьном водовороте. Легко ли вам с ними держать общий язык? Вынуждены ли вы чему-то подучиваться, чтобы разговаривать с ними как свой? Подучиваться безусловно, но это отнюдь не означает, что это трудность. Это особенность и специфика работы именно та, за которую я свою работу и люблю. Поэтому подучать некогда и, так сказать, киснуть и коснуть мозгом. Именно так. И каждые пять лет поколение меняется, ну, примерно, плюс-минус. Поколение детей меняется, и если учитель не перестраивается, не меняется, очень скоро он начинает говорить, плохие дети, плохая школа, совсем все не то, раньше трава была зеленее. Это знакомо, это мы слышали много раз. Поэтому такому учителю надо уйти из школы. Он должен понимать, что мы здесь ради детей, ради будущего, они меняются. То есть вы так готовы резво расставаться с кадрами, а ведь при учительской зарплате большие ли очереди у вас к приему на работу? Вообще есть проблема кадров, вот даже на уровне специализированной школы? Вы знаете, с учителями я не готова расставаться. Мне жаль, если это хороший учитель, мне жаль. Но работать стараюсь с людьми так. Человеку должно быть интересно, должно быть по силам работать там, где он работает. То есть если нет взаимности, нет смысла? Тогда учитель может отдавать. Если нет этого интереса, вот захваченности работы, то учитель не может отдавать. А мы с детьми, им нельзя быть, рядом с ними нельзя быть неинтересны. Они очень чувствуют. Конечно, мгновенно. Вот еще один вопрос. У вас все-таки достаточно серьезные нагрузки. И давно уже, ну как-то потихоньку, помаленьку, неплохо у нас решается проблема убирания во школах, в лицеях, в гимназиях второй смены. Но тем не менее, вот уже второй или третий год идет, последствия идет вот того демографического взрыва. Идет огромное количество первоклашек. Там, где было три первых класса, их стало пять, шесть. Как вы разруливаете вот эту ситуацию? Сильно ли это сказывается на ужесточении правил приема в школу? И вот я пока маленьким бонусом хотел показать фрагмент интервью относительно как раз того способа, которым власть пытается решить эту сложность. Самый сложный, конечно, это центр. Это восьмой лицей, это сороковой лицей, это тринадцатая гимназия. Ну и там есть решение. Там есть решение, которое запланировано, что если по тринадцатой смотреть, то запланировано при строительстве вот этого микрорайона, который около площади Сеной. Там есть решение двух пристроев этой школы. И мы сейчас, они не на столе, скажем так, лежат. То есть с ними нужно работать. Там нужно переформатировать земельный участок, иметь договоры о аренду. Ну там, та работа, которая на самом деле и требуется от архитекторов, чиновников, строителей. Насколько строгие у вас правила приема? Я слышала, что попасть в венадцатую школу фактически нереально, если ты не по прописке, но и по прописке не так-то просто. По прописке мы берем всех, мы соблюдаем законодательство. И это один из наших основных принципов закона послушания. Попасть сейчас, вот последние два года было, наверное, проще. И здесь я воспользуюсь случаем и поблагодарю городскую администрацию, потому что два года назад нам выделили отдельное здание для начальной школы. У вас это вообще здорово. У вас маленькие отдельно, а старшие отдельно. В этом есть свои плюсы. У них свой мир, прекрасный мир. У нас нет второй смены, только первая смена. Что и продленка есть? И продленка есть. И продленка есть. И есть внеурочная деятельность. Иногда я в школу прихожу в восемь-девять вечера, там все еще кипит жизнь. Или репетиции какие-то, или занятия, или кружки, или секции. Отдельное здание для начальной школы – это прекрасно. Еще и потому, что, согласитесь, что рутина школьной жизни начальной школы отличается от среднего и старшего звена. Здорово, когда они могут жить по своим правилам внутри своего здания. Ну что ж, нам, к сожалению, пора заканчивать. Но я не могу не дать вам возможности поздравить своих коллег, выпускников, нынешних учеников. И мне бы любопытен был тот не дежурный совет, а который даст многолетний директор такой школы. Дорогие мои коллеги, ученики, учителя, поздравляю вас с юбилеем, поздравляю вас, что вы учились в нашей школе. Я счастлива знать, что школа помогла вам. Об этом я знаю из ваших писем, слов благодарности. Я желаю вам, чтобы тот багаж, который вы получили в гимназии, помог вам и в воспитании ваших детей, чтобы следующие поколения помнили о гимназии, приходили к нам учиться, так как это делают очень многие-многие поколения детей в нашем городе. Мне остается только присоединиться к огромному количеству поздравлений, которые вы получили. Вы мне перед эфиром сказали, что уже немножко не хватает времени на интервью и на все. Я вас уверяю, что это юбилейный год. А затем пахать, пахать, пахать до следующего юбилея. Искренне желаю прийти к следующему юбилею в такой же форме. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова